Ом ТВ Юэй про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обовязково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Надо эту НАТО завалити, короче, любой ценой. По-другому никак. Вот мы произошли так, а не так произошли. У них там в 10 веке університет. Что у нас в 10 веке? Сами знаете. Ну и поэтому, а как они к нам могут относиться? Они как бы готовы съесть нас как жертву, растерзать на куски, и это нормально все. Отношение итальянцев к происходящему изменилось? Где-то 90% на стороне России. Ну посмотрите, как только это коснулось России, да, все объединились. Все нашли, за что нас ненавидят. Сколько у нас ресурсов? Все хотят. Точка. Украина. У меня сердце разрывается. Вы говорите, заблудшая овца, по-моему, страшнее, потому что заблудшая овца, она заблудилась, ее можно вернуть, а здесь овцу похитили, волки увели. Да. И она стала волком. Для того, чтобы сожрать. И волк этот, он известен, он за океаном. Шайтан как бы. И ваша дочка сейчас в Америке там, да? Ну, да, младший там, да. Вот этот парадокс. А Зеленскому просто никого не жалко из своих. Ему же все равно. Это он на публику называет себя гражданином Украины. А на самом деле он не принадлежит к культуре, духовности этой страны и этого народа. И мы прекрасно это понимаем, исходя из тех безжалостных преступных действий, которые он производит, находясь, как говорят его окружения, в уставшем состоянии. Мы все искренне поддерживаем те решения, которые вы приняли по проведению специальной военной операции. Мы понимаем, что это вынужденное, но, по сути дела, единственное решение по обеспечению безопасности не только жителей ДНР и ЛНР, но и, собственно, России, ее безопасности, ее будущего. А тем временем тупая лошадь из МИД РФ, не в обиду Парнакопытным, повторила свое идиотское утверждение о том, что Россия не вторгалась в Украину. Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Послушайте, что говорит Верховный комиссар ООН по правам человека. Она сказала, что в селе Ягодное Черниговской области российской военной 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и 5 людей с инвалидностью в подвале школы, без туалета, без воды. 10 пожилых людей умерли. Это борьба с нацизмом? Знаете, Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть. Мы не можем врать. Мы Россия, мы русский народ. А для них это ключевое. Вот он как рассказал, надо врать. Поэтому как бы ответ на вопрос, вопрос даже не в том, готовы-не готовы. Мы не готовы врать, а они готовы. Вот поэтому так и получается. Идентифицирован автор пресловутой идеи деноцифицировать Российскую Федерацию. Им оказался приморский мэр Александр Теребилов. Мы знаем, что 24 февраля на территории Украины проводится специальная военная операция по деноцификации и демилитаризации Украины. Говорю о покушении на руководителя провозглашенной Луганской народно-демократической республики. К аббревиатуре «Главное разведывательное управление» можно добавить ГРУ имени мистера Бина. Военная разведка России заслужила эту честь. Не каждый идиот – это российский разведчик, но каждый российский разведчик обязательно идиот. Продолжая традиции Лугового, Петрова-Баширова и других знаменитых идиотов, в Амстердаме попался очередной российский бин, притворявшийся бразильцем Феррейрой. Бразильца повязали при попытке устроиться работать в трибунал Гааги, в тот самый отдел, который занимается сбором документов о военных преступлениях России в Украине. Идиот принял с собой большой офисный измельчитель бумаги, но не смог найти розетку для его подключения. А также угрожал уборщице и электрику ракетным ударом Москвы. Ну что тут добавить? С аналоговнетной армией очень гармонично сочетается аналоговнетная разведка. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть. Русский человек самой разной национальности, даже разного веросповедания. Он все равно остается русским человеком. И где бы он ни жил, он вместе с собой, со своей землей, вдруг вступает в это удивительное состояние, когда чувствует, что пора собираться. Россия – это дышащая империя. В нашей истории часто бывало, что мы вдруг теряли земли, а потом их обретали. Теряли очень мало империй, в жизни которых такое было. Как правило, дорога в одну сторону. Мы – дышащая империя. Войны для такой империи весьма опасны. Симптоматичны, характерны, но опасны. Потому что если она не маленькая, а победоносная, а для России она сейчас уже не победоносная, и это будет ужас, если она будет все более немаленькой. В народе растет недовольство. У народа падает жизненный уровень. При этом народ отлично знает, что на миллиардерах это, в общем-то, не отражается. Народ перестает доверять власти. Народу надоедает получать похоронки. Народу осточертевает, в конце концов, все эти полчища Росармии, полиции, ОМОНа и так далее, так далее. И недовольный народ готов бы что-то снести. Всем понятно, что пока у государства есть силы перебить всех дубинками по головам, пересажать и подавить, то, если есть возможность подавить революцию, она будет подавлена. Но поскольку, в принципе, от этой войны в России никто не выигрывает, никто ничего не получает. Все только беднеют, кого-то убивают, чье-то положение ухудшилось и так далее, так далее. Если это никому не надо, то возникает массовое стремление изменить положение так, чтобы перестало делаться хуже. И вот тут вот малейшие подвижки. То есть кого-то сковырнули, кто-то наверху помер и так далее, так далее. Они чреваты массовыми народными недовольствами, потому что, главное, наверху начинается борьба за власть. Все поднимаются на одну ступенечку выше. И вот тут возникают мысли у товарищей наверху. А нельзя ли опереться на народные массы, на их недовольство, возглавить это недовольство? И как-то встать во главе такого переворота, объяснив, что вот это вот и будет демократия. Теперь всем будет хорошо, мы откроем тюрьмы, мы дадим всем много хлеба с маслом, причем не с палевым, а со сливочным. Но потом все будет опять. То есть покуда стране, в ее нынешнем положении, России, в общем-то не на чем держаться, кроме пропаганды и силовых структур. Вот никаких реальных оснований любить вот это вот все у людей нет. А на штыках, как сказал еще Наполеон, долго усидеть невозможно. Россию нельзя победить. Сами удары, которые Россия систематически наносит и будет наносить, после каждой такой атаки, на Западе считают не только незаконными, не только жестокими, бесчеловечными, но и весьма прагматичными. Якобы таким образом хитрый Путин хочет продавить зерновую сделку, то есть заставить вторую сторону соблюдать стамбульские договоренности. Продолжение следует...